В Украине 72 тысячи детей, лишенных родительского тепла. Это дети-сироты и оставшиеся без опеки при живых родителях. Печальную лепту в эту статистику внесла и война на Донбассе. Но, к сожалению и счастью, сотни мальчиков и девочек ежегодно находят новые семьи. В том числе, благодаря социальной программе, усыновления «Сиротству нет» фонда Рината Ахметова. В преддверии новогодних праздников в Донецкой области проходит масштабная благотворительная акция Ринат Ахметов-Детям. Проекту уже 16 лет, он проходит ежегодно. О тех, кому подарили праздник Юлия Миншакирова. Без родителей тяжело жить. В приюте тетя злая очень. Бьет всех лозинкой. Кто может подойти, просто выгнать на улицу голыми. Сергей и две его сестры побывали во многих приютах. После того, как их мать лишили родительских прав, заботу о младших взяла Юля. Она всего на год старше Сережи. О прошлой жизни вспоминают неохотно. Благодаря Юле выжил Сережа и Вероника. Юля в маленьком своем возрасте, она в маленьком возрасте, она выхаживала их. Она варила эти кашки, вот что, где она ходила, вот по соседям, вот. Но я не хочу обсуждать их родителей, ее маму. Я благодарна этой женщине, что у меня ее дети. Дети почти поверили, что издевательство – это норма. И только когда попали в этот детский дом семейного типа, узнали – бывает и по-другому. Стараюсь не вспоминать прошлое, живу в настоящем. На самом деле прошлое забывается долго, говорят супруги Карнаух. У нас есть детки такие, которые четыре дня сидели закрытые в доме, без еды, с включенным газом, пока соседи не услышали просто запах газа. Сейчас у Надежды и Владимира на воспитание восемь детей и двое внуков. Когда старшей тоже приемной дочери исполнилось 17, супруги решили самое время стать многодетными. Ну, что мы деток не возьмем? Ну, мы решили потихоньку как-то сделать детский дом, поднять, поднимать деток. Но взять ребенка на воспитание – это только начало долгого пути к взаимопониманию, доверию. Каждый день Карнаухам приходится доказывать детям, что они их любят и могут защитить. У девочек больше игрушек, конечно, у девочек больше мягких. Но у нас мальчики тоже спят с большими игрушками. Многие пришли в этот дом совершенно беспомощными в быту. Даже подросткам объясняли, как правильно выбирать одежду, кладить, мыть посуду. Без мыла уже, ты уже обмываешь и теплой водой. До войны у большого семейства было большое хозяйство. Одних нутрия около трехсот. Из-за боевых действий славянские потеряли практически все. И едва уцелели сами. Когда в подвал вбегали уже, а сзади тарахтело по дверям. Осколки просто. Обстрелы. За детей переживали очень сильно. В 2014-м на помощь пришел благотворительный фонд Рината Ахметова. Уже много лет он поддерживает детские дома семейного типа и приемные семьи. Ой, фонду я очень благодарна, честно. Мы только позвонили в фонд. Нам сказали, не переживайте, даже не думайте ни о чем, мы вас заберем и вывезем. Не только вывезли подальше от войны, поддерживали продуктами. Позже карнаухи вернулись в родной Славянск. Привет! В День Святого Николая сотрудники фонда Ахметова – желанные гости в доме. Вот уже 16 лет фонд Ахметова проводит масштабную акцию «Ринат Ахметов детям». Этот проект начался еще в 2001-м с визит Рината Ахметова и композитора Игоря Крутого в несколько донецких школ и детских учреждений. С самого начала, когда Ринат Ахметов принял решение, что он будет системно помогать детям, это было очень созвучно его жизненной философии, которая говорит, что каждый ребенок должен воспитываться в семье. Спасибо. С каждым годом акция становилась все масштабнее. Покупались дома для детских семейных домов. Как можно больше детских домов и интернатов принимали участие. Это было очень трогательно. 7 мая 2008 год. Финал Кубка Украины. Город Харьков. Стадион «Металист». 2-0 Динамо Киев. Благотворительный проект за 16 лет уже добрая традиция. И даже война не помешала его реализации. Только за последние два года участниками акции стали сотни тысяч ребят. Мне нравится. Это как получить радость. Уважаемый Ринат Ахметов, я хочу поблагодарить вас за то, что вы устроили нам такой праздник, за то, что вы подарили нам подарки. В этом году новогодние подарки от Рината Ахметова получат более 5000 мальчиков и девочек из интернатов и детских домов Донецкой области. Кроме сувениров и праздничных наборов для детей организовали мероприятия в развлекательных центрах. В этом году мы решили, кроме вручения подарков, устроить детям праздники. Это дарит им ощущение сказки, ощущение приближающегося праздника. Еще 135 тысяч подарков от имени учредителя фонда Рината Ахметова передадут детям Донбасса предприятия группы СКМ. Ринат Леонидович, он молодец, он честно умница. Честно сказать, я не знаю больше никого, кто помогает детям. Он не забывает нас, он помогает деткам, и нам всегда помогают. Уже сейчас глава семейства задумывается, где будут жить его повзрослевшие воспитанники. Поэтому расширяет жилплощадь, оборудует новые комнаты. Все наши могут здесь спокойно остаться и жить. Вот наши семьи, они могут создать свои семьи и здесь же остаться и жить. Во время съемки семья Карнауха заметно волновалась. И вовсе не из-за камеры. И дети, и взрослые готовились к чему-то важному для всех. Этим секретом они поделились и с нами. С завтрашнего дня у нас еще будет двое деток. Так что, ну, вот такая семья. Юлия Меншакирова, Ростислав Сысоев, Александр Шмырев, Владимир Конопля. События недели. Канал Украина.